Телеканал Самара ГИС совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных. Сотни приютили. Проект телеканала «Зоопатруль» расскажет о собаках, получивших тяжелые травмы из-за собственного любобытства. Пса по кличке «Дружок» на стол хирурга привело любопытство. Собака жила в одном из дачных массивов. Однажды пес решил пролезть под забором, сделанным из профлиста. Однако голова застряла. При попытке вылезти острый край ограждения буквально снял с дружка скальп. Сложность в том, что, скажем так, мы называли это травмой индейского племени, потому что такой вот именно скальп снятый, он осложнен подвижностью всех мышц морды. То есть собака постоянно открывает рот, моргает, что-то делает, ест. Таким образом, все швы, которые, скажем так, по всему периметру раны сделаны, на них оказывается огромное давление. Собаки часто пытаются пролезть под заборами, которые сделаны из профлиста. Таким образом, они получают достаточно серьезные травмы, но, как правило, спины. Сложнее спасать животных, у которых кожа снята с головы. В результате дружок за один год пережил шесть пересадок. И первый, и второй, и третий раз они расходились, кожа не приживалась. В конечном итоге мы потеряли все кровоснабжающие сосуды по всему диаметру этой раны, и пересадки стали уже абсолютно бесперспективными. Благодаря, опять же, помощи узких специалистов была произведена такая разработка, скажем так, лоскута, моста, который должен был с зоны, которая кровоснабжена, кровоснабжать тот участок кожи, который мы, соответственно, в шестой раз пересадили. И только этот способ помог. И хотя многие не верили в положительный результат, сотрудники ветклиники не опускали руки. Теперь дружок чувствует себя хорошо. Когда пес пройдет полный курс лечения, ему станут искать семью. Была даже попытка у этих людей, которые его опекали, предложить вернуть его назад, но мы, конечно, считаем, что, учитывая такое количество ложных сил, мы хотели бы, конечно, надеяться, что у него будет семья. Со скальпированной травмой головы в ветеринарный центр поступил и пес по кличке Арчи. Вся правая часть морды вместе с носом была срезана профлистом. Первое время Арчи вел себя очень агрессивно. На момент поступления в госпиталь он весил более 50 килограмм, и ветеринарам было сложно делать ему внутривенные инъекции и обрабатывать раны. Пес просто не подпускал к себе людей. Чтобы сделать укол, им приходилось часами сидеть рядом и разговаривать с собакой. После инцидентов, которые были с ним ранее, до того, как он поступил, он был агрессивный, потому что с ним плохо поступили. Он был агрессивный, стал очень контактный и социальный, ну, за небольшое количество времени. И стал любить людей очень хорошо. Из-за ошибки сторонних специалистов, которые пришили отвалившуюся кожу до заживления раны, Арчи пришлось перенести еще одну операцию. Правда, кожу пришлось брать с другой части тела. И теперь пес живет с пушистой бородой на одной стороне морды в реабилитационном центре у села Лопатина. Работа, конечно, была чудовищно сложная, но, опять же, с привлечением стороннего специалиста, с командой наших врачей, реабилитологов, удалось перед Новым годом буквально, как сейчас помню, по-моему, 30 декабря даже эта операция была сделана, присоединили участок кожи со спины. В ближайшие выходные, 30 сентября, на площадке реабилитационного центра у села Лопатина пройдет традиционный день открытых дверей. Жители региона могут погулять и поиграть с приглянувшейся собакой. Случалось, что в результате такого общения питомцы ветцентра находили себе любящих хозяев. Берут и постарше, и помладше, по-разному. И трех лапых, кого только наберут. Конечно же, молодых, красивых в первую очередь, но и таких разных пристраиваний. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман-Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok